Новый этап обмена пленными может состояться в ближайшие дни. Об этом заявили сегодня в руководстве самопровозглашенной Донецкой Республики. В Службе безопасности Украины сообщили, что обмен может пройти в первой декаде марта. Срок до 5-го числа соответствует минским договоренностям, по которым пленных уже передавали накануне поздно вечером. Из Луганской области репортаж Александр Евстигнеева. Мам, мам, не плачь, все хорошо. Всем скажи, я же здоров. Его голос дома не слышали ровно месяц. Все это время Виталий был в плену у украинских военных. Раненый, но живой. Мам, все, нас поменяли, меня поменяли, все хорошо. Раненых обе стороны отпускают первыми. Среди ополченцев таких двое. Виталий и вот Сергей. Горел в танке. Взрыв, темнота, плен. Я уже в ДНР. Я скажу, что бездорожье. В Луганской области. Украинских пленных везут две колонны. Из Донецка и из Луганска. В крошечный поселок Желобок. До сопредельной территории пара километров. Автобусы здесь проехать не смогут. Бездорожье. Поэтому пленных украинских военнослужащих пересадили вот в грузовые автомобили. Вот в этом Урале, который едет впереди нас, первые 20 человек. Машина уходит за новой партией. Они молча стоят. Можно только представить, как мучительно для них сейчас тянутся минуты. Ваше отношение к этой войне, к тому, что происходит вообще, как вспоминялось? Надо мир. Надо мир, мир, чтоб был. Война ничего никогда не решает. Все эти люди сами сложили оружие неделю назад. Поняли, это единственный шанс выйти из дебальцевского котла живыми. Вот съемки. Так называемый батальон территориальной самообороны «Кривбас» Мариуполь сдается в плен. Всех доставили в военную комендатуру Луганска. Наконец-то согрелись, отмылись, выспались. Украинских военнопленных водили на прогулки, кормили. Причем ополченцы делились своим хлебом. Ну, свое отдаем, что мы получаем, свое отдаем. Всех осмотрели врачи, оказали помощь. Сложно у тебя? Да. И вот так вот, партиком аккуратно. Обмен на нейтральной полосе. Сначала должны встретиться представители обеих сторон. Подтвердить договоренность в силе. Первыми идут саперы, осматривают дорогу визуально. А вот там, видно, боец со служебной собакой. Кстати, освещать путь просят телеоператоров на камерным светом. И вот, видно, наш сопровождающий подавал сигналы фонарем, что мы приближаемся к украинской стороне. Два километра пешком. По любой технике здесь стреляют. Наконец, ответный огонек фонаря. Сколько ополченцев отдаст украинская сторона? 16. 16 и 36 по Донецку. 52 со стороны Украины. 52 человека. Четверо ранены. На сегодняшний день всех, кто есть у нас. Донецк отдает 36 пленных, Луганск – 103. Итого 139 украинских военнослужащих. Последняя минута ожидания. Ополченец Сергей стоит первым в колонне. Первым перешагнет невидимую линию. Все позади? Да, надеюсь. С каким вообще чувством возвращаетесь? Вас от дома отделяет буквально несколько километров. Ну, конечно, с радостным. Возвращение всегда домой хорошо. А это уже украинские военнослужащие. Вы первым из всей колонны пойдете к своим. Какие сейчас чувства у вас? Нормально. Назад придешь сюда? Вы с комментарий. Обе стороны проводят перекличку. Все на месте, как в списках. Витюк. Я. Синкевич. Я. И вот момент, которого все эти люди так долго ждали. Теперь уже бывшие пленные расходятся в разные стороны. Домой. Уже здесь выясняется. Некоторых ополченцев в украинском плену избивали. А язык, зубы на месте? Просто очень болит, да? Есть. То есть это потому, что вас били? Вожок. Мать за сына. Украинская сторона отпустила четырех женщин. Их держали в плену за то, что дети в ополчении. Одну забрали прямо из дома, на украинской территории. Другую, когда приехала туда за пенсией. Втроем приехали, забрали, привезли в Дебальцево, пытали, сантажировали ребенком. В обмен на своих солдат Киев выдал ополченцам журналиста Андрея Захарчука. Гражданин Украины, работает в Петербурге. Его украинская командировка продлилась меньше недели. Служба госбезопасности задержала. Якобы за то, что неправильно освещал события. Фотографировал мост и танковый завод. По пути к машинам уже на своей территории ополченцы выдыхают. И начинают говорить, каково им было в украинском плену. Наверх не поднимались, только в туалет. Если спал, конечно, если пнут ногой там вставая. Меня положили в палату с гражданскими. Ну, за счет их и выжил. То есть кормил они больницы, а сами пациенты, люди обычно? Вот, допустим, до мужчины жена приходит, она ему тормозок несет и мне. Вот так и выживал. Для этой группы ополченцев все закончилось. Вот первые бывшие военно-пленные грузятся в машину для того, чтобы возвращаться домой. Сколько человек сейчас осталось на украинской стороне в плену, точно никто сказать не может. Александр Евстигнеев, Владимир Гриневич, Вячеслав Манехин. Первый канал. Луганская область.